Наследие городских плюшкиных приводят в нормальный вид. Вот это, например, квартира на улице Бурденко. Ее хозяин превратил в настоящую помойку, тащил сюда все с близлежащих свалок. Он жил один, наследников нет, и после его смерти квартира отошла муниципалитету. Подобных квартир, где люди проживали по соцнайму, или же они достаются в наследство, муниципалитету в городе Десятки. Прежде чем передавать их другим жителям, городские власти проводят полный ремонт. Вот, посмотрите, как теперь выглядит подобная квартира. Квартира была в ужасном состоянии, все коммуникации, все трубы текли, электричества не было, значит, окна все были выбиты. В нашей компании были выполнены работы полностью капитального ремонта квартиры от и до. То есть, начиная с поверхности пола, то есть линолеум, все плинтуса, были выровнены стены, оклеены обои. И потолок был выровнен и покрашен. Также были смонтированы все двери, межкомнатные и входные. И все коммуникации были заменены вернами. То есть электричество полностью привезено заново сюда, электрика вся и сантехника. То есть батареи не меняли? Батареи не меняли, я скажу. А под полами что? А, на ревной полу. Ну, под ревной полу. На ревной полу? На ревной полу. По кухне. Представляет проектное решение такое? Да. А где еще одна компотчика? А вот она. Ну что, квартира убитая, разбитая и превратилась в нормальную? Это те квартиры, которые человек, к сожалению, умер, и она по наследству никому не досталась. Муниципалитеты принимают согласные доказательства и проводят ремонт самостоятельно за свой счет. Таких мы отремонтировали в прошлом году 10 штук. И в этом году нам выделили на сегодняшний день 2,5 миллиона рублей. Планируем отремонтировать на них 10 штук. Сейчас смертная документация подготавливается. И я думаю, что это не окончательная сумма. После завершения мы попросим, что нам дали еще денег для того, чтобы весь живой фонд официозовского района был отремонтирован. И все пустующие квартиры, которые имеются в официозовском районе, они полномерно заселялись и долгое время не простаивали.